В эфире телеканал Вайдон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии во-прежнему я, Александр Гурарье, и маленький политический эксперт Алекс Гальцекер. Алекс, перемещаемся с северной границы, с сирийской границы на границу с мятежным сектором газа. Террористическая организация «Хамас», которая правит сектором газа, в последнее время начала вновь подогревать ситуацию, собственно, она там никогда и не замораживалась совсем, но тем не менее. Последние несколько, пару недель, наверное, проходят опять массовые манифестации, точнее, не массовые манифестации, а шествия с попытками прорвать границу, вновь полетели в воздух воздушные шары со взрывчаткой, вновь были переданы в газу наличные деньги, то есть катарские миллионы, которые перевезены были через границу наличными, и «Хамас» старательно подогревает ситуацию дальше. Для чего? То есть на что они рассчитывают? Ну, в газе происходит то, что, наверное, в меньшей степени должно нас волновать. Происходит какая-то внутренняя борьба между новым руководством «Хамаса» и старым руководством «Хамаса». Мы то же самое наблюдали весной минувшего года, когда, так сказать, начинался марш возвращения, так называемый. Была какая-то внутренняя борьба между новым лидером «Хамаса» в газе и Хисануаром, и старым лидером Исмаилом Хане, который по-прежнему остается в газе, то есть ему как бы пророчили… Его в должности это повысили, но кресло не предоставили. Пророчили ему, так сказать, новую политическую карьеру в «Хамасе», далеко за пределами газа, но он находится по-прежнему в газе, он вроде как бы высокопоставленный чиновник «Хамаса», но, скажем так, если принимать во внимание амбиции Хисануара, как руководителя, как лидера… Ну, то все нам умешают, то есть понятно, когда более высокий начальник вместо того, чтобы уехать на новое место службы, продолжает находиться там и вмешиваться во все дела. Совершенно верно. И вот здесь, так сказать, происходит то самое противостояние, которое было, как я уже сказал, весной минувшего года, когда Ханнея настаивал на вот этих вот массовых акциях протеста палестинцев, которые сопровождались естественно, как бы и попытками прорвать забор безопасности, проникнуть на территорию Израиля. Открытием огня со стороны израильских военнослужащих, жертвами. И вплоть до террора, так называемого террора воздушных шаров, презервативов и так далее и тому подобное. Сануар этого сторонился, Сануар, как бы, да, отсидев довольно приличный срок в израильской тюрьме, был готов к какому-то диалогу, пока что с египтянами, да, по поводу урегулирования ситуации. Скажу так, как мне кажется, да, что у него, так сказать, планы, они гораздо более дальновидящие, что ли. То есть он понимает, что переговорами он может добиться гораздо больше, а главное быстрее. Он понимает, что на долгую перспективу, на долгую перспективу, конечно же, вот выстраивать опять вот эту схему, которая существовала при Исмаиле Хане, когда вооруженное сопротивление финансовой дотации, вооруженное сопротивление финансовой дотации, это схема, она в результате не обеспечит сектор газа ни рабочими местами, ни медицинским обслуживанием, ни системой образования, никакой не инфраструктуры. То есть этих денег хватит для того, чтобы рассчитаться со своими людьми, которые в случае чего снова придут к забору, снова будут швырять камни, жечь покрышки, простите, пытаться прорвать забор безопасности, а возможно пойдут на нечто большее в случае необходимости. – Так, не забор безопасности, а границу. – Граница. – Это граница, причем парадокс заключается в том, что это как раз граница общепризнанная. – Общепризнанная граница. – Да, совершенно официальная граница. – Абсолютно верное замечание. – И поэтому, чего они сюда лезут, как бы не совсем понятно. Потому что многие, вот я сужу по комментариям наших зрителей, многие говорят, вот там вы их из Газы, все израильские военнослушащие. – Жаркие гладкие. – Все поселения убраны, общепризнанная мировым сообществом граница восстановлена, ребята, до свидания, ведите себя хорошо. – Ну и сразу же после того, как восстановлена была граница, возник вопрос блокады, то есть граница вроде как есть, но, значит, Израиль осуществляет блокаду сектора газа, в той или иной степени тесную блокаду, то, так сказать, Израиль пропускает. – Ну, блокаду, например, ввоза туда бетона и целого ряда материалов, которые могут быть использованы для строительства диверсионных туннелей, которые могут использоваться для строительства, так сказать, заграждений, для того, чтобы откуда-то, так сказать, бункеров для запуска ракет, в общем, и так далее и тому подобное. – Причем, Алекс, еще же маленькая деталь тоже, о которой забывают периодически, что сектор газа граничит с Египтом, и со стороны Египта осуществляется точно такая же блокада, потому что она может быть помягче, но Египет тоже не заинтересован, чтобы туда проезжало оружие, чтобы там производилось оружие и так далее, и так далее. Ну, почему-то вот эти вот демонстрации, как их называют на самом деле, это не демонстрация, а самое настоящее вооруженное противостояние, почему-то лезут, они прорывают границу сюда, а не на Синайский проездов, не в Египет. – Они пытаются прорвать границу и с Египтом тоже, с другими совершенно целями, в целях контрабанды, доставки контрабандных. – Нет, ну массового похода на прорыв границы нет, хотя, кстати говоря, когда-то КПП Рафех, именно египетский Рафех неоднократно прорывался людьми из газы, надо сказать, что египтяне были гораздо менее церемонны с этими нарушителями границы, чем израильтяне, то есть тогда об этом никто особенно не говорил, но были жертвы, были десятки жертв, если не сотни даже, вот я не могу сейчас точно вспомнить. – Там были несколько БТРов, подошли, из крупнокалиберных пулеметов открыли границы, все тихо молчали, ни он не собирался, не церемонились, безопасность, ничего. – У нас несколько иная ситуация, вот в общем-то нас как бы не должно касаться то, что происходит в секторе газа, судя по тому, что и граница, она общепризнанная, и в общем, в конце концов, есть хозяин у палестинского народа, если предположить, что такой народ есть, то это народы есть хозяин, есть правительство, палестинская автономия, есть президент палестинской автономии, и в конце концов, есть этим кому заниматься, но тем не менее, понятно, что мы не сможем себе позволить этот мусор подметать под ковер бесконечно, и рано или поздно к нам придут за ответами, что происходит в секторе газа. В первую очередь, конечно же, мы должны обеспечить безопасность наших граждан, но нельзя эти вопросы рассматривать отвлеченные друг от друга, то есть в конце концов, люди, которые приходят к забору безопасности, границы для того, чтобы осуществлять те или иные провокации, это люди, у которых нет работы, а если есть, то это работа в структурах Хамаса. — Да, есть абсолютно четкая, есть тарификация, кто сколько получает. — Совершенно верно. — Есть определенная зависимость. — Есть определенная зависимость от того, насколько ты лоялен по отношению к Хамасу, если эта инфраструктура не будет налажена, но это в дальней перспективе. — Алексей, это не связано с количеством денег, которые поступают в газу, потому что чем больше поступает туда денег, это никак не отражается на уровне жизни. — Это не связано, потому что Исмаилхане пока побеждает в том противостоянии, о котором мы говорили, и действительно все это поворачивается вот в эту схему вооруженного сопротивления и дотации, в данном случае катарских, но не только, ведь есть еще финансовые дотации, которые получает Хамас из различных источников, в том числе из организации обмененных наций. — То есть деньги они используют либо на выплату вот этим террористам, либо на закупку оружия и прочее, а все остальное функционирует, например, вся система здравоохранения исключительно на пожертвования, то есть и не на пожертвования, а на гуманитарную помощь. — Называется даже цифра, то есть соотношение 10%, которые идут на необходимость, нужды, на гуманитарные нужды жителей сектора газа, 90% поступающих средств уходит в результате на вооруженное сопротивление. Задача в том, чтобы этот баланс нарушить, то есть никто не говорит о том, что это должно поменять местами, — Поменять местами об этом вообще не идет речь. То есть идет речь о том, чтобы хотя бы делить пополам, то есть хотя бы чтобы только половина уходила на вооруженное сопротивление, а вторая половина, чтобы шла на выстраивание системы образования, системы здравоохранения, инфраструктуры, создания новых рабочих мест. Надо полагать, что если вдруг Ихисануар в этом сопротивлении своем, Исмаилу Хане, если он вдруг победит, то очередь из организаций в мире, которые будут готовы профинансировать действительно создание заводов, фабрик, школ, детских садов, медицинских учреждений на территории газа. — Я думаю, одним из первых, кто будет в этом способствовать, будет Израиль, кстати. — Ну, по крайней мере, потому что никому не нужно будет эта голодная орда на границе. — Никак мешать не будет, и вот мы даже сегодня ведем наш разговор в какой-то предвыборной ситуации в Израиле, даже лидер, кандидат на пост главы правительства, который сегодня противостоит Нетаньягу, Бениамин Ганс, бывший начальник генерального штаба, даже он в разговоре с иностранными представителями несколько дней назад сказал, что, ну вот они говорят, а как вот ваша позиция по поводу порта международного в секторе газа? Он говорит, ну вот как только мы будем знать, что через этот порт пойдут апельсины, будет порт. Пока у нас есть основания полагать, что будут ракеты и гранаты, то, наверное, о порте речи быть не может. Хотя он, так сказать, представлен вроде, так сказать, кандидат слева, да, вот Бениамин Нетаньягу, который… — Он может действовать кандидатом слева, но все-таки он боевой генерал, он прекрасно понимает, на чём это речь. — Мы будем ждать сначала того, что по нашему мнению, не по мнению Ехи Сануара, а когда по нашему мнению через этот порт на 50 процентов хотя бы пойдут апельсины и только на оставшиеся 50 процентов оружия, вот тогда можно будет о чём-то говорить. Пока мы очень далеки от этого, и мы полагаем, что этот порт будет в первую очередь обслуживать террор. Поэтому позиция сегодня, она, так сказать, мы, в общем, ну и мы не можем себе позволить быть наблюдателями со стороны, то есть наблюдая вот за этим противостоянием старого Хамаса с новым Хамасом, мы себе не можем позволить быть наблюдателями, потому что… — Сначала, я извиняюсь, что перебиваю, прозвучала фраза, по-моему, чуть ли не того же Ганса, который сказал, что вообще пора Израилю возобновить точечные ликвидации. Может быть просто Измаил Хайнию грохнуть? — Ну, есть действительно, скажем так, в оппозиции, да, эти фразы сегодня звучат в оппозиции, с некоторых пор и партия НДИ тоже находится в оппозиции, бывший министр обороны Эриктор Либерман об этом говорит практически ежедневно, да, то есть давайте возвращать политику точечных ликвидаций. Надо полагать, что другого выхода просто не будет, потому что в конечной… — А решаться ли на это до выборов? — Я думаю, что… — Уже любая точечная ликвидация вызовет в ответ кучу ракет, это недовольство жителей Юга, которым придется сидеть в бомбоубежище, а значит, они недовольны будут, когда пойдут на выборы и так далее. — Теперь хватит ли, так сказать, кто первый моргнет, да, игра такая, кто первый моргнет. — Естественно, Ханья будет провоцировать военный конфликт с Израилем уже и до выборов, потому что с его точки зрения это правильная политика, это политика, которая, так сказать, она лежит за рамками внутренней израильской политики. — То есть дергать тигра за усы — это самое любимое занятие? — Со своей стороны, я думаю, что Сануар будет пытаться сдерживать. У него есть определенное влияние на территорию и сектор. То есть, скажем так, Сануар в состоянии не придать массовости вот этим попыткам Ханья, то есть будут воздушные шары с бутылками зажигательной смесью, будут какие-то точечные обстрелы израильской территории. — Ханья в состоянии сдерживать, повторю, массовости, наверное, такой… — Не Ханья, Сануар. — Извините, Сануар, он в состоянии сдерживать это, остановить полностью это, конечно, он не может. — Так а что значит, кто первый моргнет? Со стороны Израиля будут терпеть сжав зубы, извините, до того момента, пока не пройдут выборы или, опять-таки, извините за то, что я сейчас скажу, до того момента, пока не попадет это вот воздушный шар со взрывчаткой в какой-нибудь, не дай бог, детский садик, да, или ракета не угодит куда-нибудь там в школу, не будут жертвы, и тогда уже выхода не будет, тогда придется делать операцию. — Понимаете, сектор газа — это болезненный вопрос для действующего правительства. Поэтому чем меньше об этом говорят, тем лучше до выборов. Так с наименьшими потерями доплывет правительство Ликуда до следующих выборов. Как только этот вопрос встает на повестку дня, его пытаются всячески, извините за выражение, затоптать другими темами, включая товарообмен с Японией. Зато у нас в 40 раз вырос товарообмен с Японией. Это болезненная тема не только для этого правительства, и предыдущие тоже старались не касаться этой темы, потому что четких и внятных ответов нет, на ближайшую каденцию что-либо пообещать трудно, потому что слишком короткая перспектива, а бросишь фразу в течение 48 часов что-то произойдет, а оно не произойдет. Поэтому эта тема избегает. Поэтому чем, так сказать, дольше удастся с той стороны забора, с той стороны границы сдерживать этот конфликт на медленном огне, тем дольше и мы сможем себе позволить, мы имеем в виду наши действующие правительства, сможем себе позволить не реагировать на эти обстоятельства. Вы правильно сказали? Ну вот шаг влево, шаг вправо, то есть малейший какой-то перебор, хотя я даже не знаю, что сегодня называть перебором. 500 ракет в день – это, наверное, перебор. Помните, был такой обстрел израильской территории. Тем не менее, Израиль отреагировал достаточно вяло. То есть позиция пропорциональной реакции, она существует. Мы уже вернулись к этой теме, хотя всячески уже было доказано, что пропорциональная реакция, она только провоцирует конфликт. И в результате приходится, так сказать, выгребать из ситуации гораздо более худшей. Но тем не менее, до выборов, именно потому, что вы сказали, что в этой коротенькой перспективе может оказаться так, что на предвыборный период упадет именно та, скажем так, неблагоприятная составляющая военного конфликта с Хамасом, как жертвы с нашей стороны, которые могут повлечь за собой, скажем так, неблагоприятный результат на выборах, неблагоприятный для Ликуда. Просто если будет, не дай бог, жертвы, значит, последует какой-то ответ, на этот ответ последует ответ Хамаса и в любом случае, если... Положительно это сработает, только если мы будем себя чувствовать... Маленькая победоносная война. Совершенно верно. Только если электорат себя будет чувствовать победителем в этом конфликте, тогда он, так сказать, поддержит действующую власть. Достаточно того, чтобы ему пришлось объяснять на пальцах, почему мы победители. То есть давайте посчитаем. Мы 1400 человек взяли в плен, а потеряли 12 солдат. Ну, как это все на чаши весов, так сказать, положить, и как это все взвешивать. Это очень трудно людям будет объяснить. Поэтому лучше, с точки зрения, так сказать, действующего правительства, лучше вот эту вот болезненную тему не трогать, а на транспаранте давайте разместим рост товарообмена с Японией или там низкий уровень безработицы. Как говорил Швондер в собачьем сердце, это же какой-то позор получается. Ну, как-то кого-то еще месяц потерпим, а дальше посмотрим, что скажет новое правительство. Ну что ж, доживем, говорили, доживем до понедельника, доживем до 9 апреля до выборов, а точнее до дня после выборов, до 10-го. Спасибо. Спасибо, Алекс Гальцекер. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Всего доброго. До свидания.